На нашем мониторе показывается скорость. Ниже показывается напряжение в сети. Рядом крупными цифрами также показывается, сколько мы берем этого напряжения, сколько берет троллейбус этого напряжения. Заряжается троллейбус прямо на ходу. Процент сразу отображается на электрической панели. Удобно, говорит водитель со стажем Наталья Волчкова. Все под контролем, уже знает, сколько так называемой батареи хватит на поездку без штанги. Ездить машина может по тем маршрутам, где нет контактной сети, плюс маневренности больше. Какое-то ДТП, которое не позволяет нам объехать его с отклонением, мы просто стоим и все дружно хором, караваном стоим. Этот троллейбус позволяет ехать в любом ряду, в каком-то как угодно, объезжать лужи препятствия и плюс, плюс огромная скорость до 50 и более развивается на автономном ходе. Старые троллейбусы разгоняются до 40 километров, но водители рассказывают, иногда даже не рискуют, могут отсоединиться рога, а там уже и пробка потеря времени. В таких случаях нужен комфорт в салоне, рассказывают пассажиры. Бывает, что садится телефон и нужен срочный звонок, чтобы зимой теплый был и ходил почаще. Несколько печек USB-разъемы для подзарядки гаджетов, бесплатные Wi-Fi и мониторы с остановками. Для маломобильных пандусы и ремни безопасности. Кроме того, на водители наденут противосонные браслеты. Это специальный браслет, контролирующий состояние водителя. Есть вот такие датчики, крепим на пульсе. Если внимание падает, подается сигнал водителю и диспетчеру. Браслет начинает вибрировать и издавать сигналы. Если нет никакой реакции, то троллейбус остановится. В Красноярск транспорт нового поколения приходит партиями. Закупили их с 60% скидкой в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас пока на линии тестируют шесть машин по плану. Они пойдут по давно забытому троллейбусами маршруту через коммунальный мост. У нас шестой маршрут, он такой, можно сказать, исторический. Он соединит снова правый и левый берег. У нас снова будет пересадка на электрическом транспорте. Можно пересесть на трамвай, трамвай на троллейбус. И основная идея как раз в том, чтобы дать людям альтернативу экологическим транспортом, чтобы они могли спокойно переезжать через мост. Это уменьшить загрязнение воздуха в том числе. Оценить комфорт в новых троллейбусах красноярцы смогут уже в конце апреля. Позже в город из Вологда привезут еще 24 машины. Диана Хатяшвили, Максим Галат, Алексей Овсяников, Енисей. Новости.